Пауэр девайс, включай смело, ты на волне его дела. Я разблокирую телефон и после экрана блокировки обои оживают. Теперь посмотрите как на телефонах сяоми с HyperOS можно разнообразить такие обои на экране блокировки. Именно эти живые обои очень хорошо подходят под эффекты HyperOS на экране блокировки. Вам просто остается выбрать какой-то эффект, который вам больше нравится. Также на экране блокировки можно включить вот такой виджет. На рабочий стол мы поставим похожий. И конечно я подобрал значки под такой строгий стиль. Итак друзья, если вам понравился такой стиль, ставьте лайк и давайте установим его вам. Первым делом скачайте в моем телеграм-канале вот такие живые обои от телефонов Samsung. Ссылка будет в описании, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, там я оставляю много полезного и интересного. Далее вам понадобится приложение Google обои. Его можно скачать в плей-маркете, но также оно есть в моем телеграм-канале. Все ссылки будут в описании. После установки живых обоев и этого приложения, заходим здесь в живые обои, находим обои Z-series. Установить как обои. На этом моменте также отмечу, что если у вас эти обои не применились на экран блокировки, то зайдите в темы, вкладка обои, зайдите в любую подборку, выберите какие-то обои, установить оба экрана. К слову говоря, смотрите какие интересные обои мне попались. Данные обои должны примениться на экран блокировки и на рабочий стол, как у меня. После этого снова идем в Google обои, применяем обои от Samsung, установить, главный экран и экран блокировки. Теперь данные обои должны нормально примениться на оба экрана. Но как же применить такие эффекты на экране блокировки? На самом деле все очень просто. Удерживаем на экране блокировки. Нажимаем настроить. Вкладка обои. Фото на устройстве. Здесь я выбираю вот такое изображение. Нажимаю фильтры. И выбираю тот фильтр, который мне больше нравится. Например, такой. Применить. Получается следующий эффект. Вживую очень стильно выглядит. Естественно, такое изображение, которое я только что выбирал, я также оставлю в своем телеграм-канале. Далее на экране блокировки еще раз нажимаем настроить. Клацаем вот здесь на часы. Выберите цвет. Минуты выбираем вот это меню. Настраиваем красный цвет. Применяем. И не забывайте, если на вашем Xiaomi AMOLED дисплей, заходим в обои и персонализация. Активный экран. И выбираем здесь соответствующий экран. Теперь, чтобы с экрана блокировки, вот эти часы перескакивали на наш рабочий стол вот таким образом. В магазине тем вам нужно скачать вот такую тему. HyperX Live. Если данную тему у вас не находит, вбивайте это название прямо в Google. Есть такой сайт, называется MIUI ZEM. Через такой сайт можно находить большинство тем, которые не находятся в магазине. Как все это делать, я показывал на своем канале. Данную тему мы скачали, применять ее полностью не нужно. Заходим в виджеты. Виджеты Android. Добавляем данный виджет себе на рабочий стол. Кстати, этот виджет имеет вот такой островок. Мы практически все сделали. Остался один небольшой штрих этой иконки. Иконки находятся в теме вот под таким названием. К слову говоря, если вы сейчас смотрите это видео и не хотите прописывать такое название в магазине тем, вы можете во время просмотра прямо с экрана своего телефона это название скопировать. Вот таким образом. Выделяем данное название копировать. Как устанавливать такие фишки я показывал на своем канале. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать такие видео. Друзья, если у вас возникнут вопросы, задавайте их в комментариях. Постараюсь помочь. На этой ноте желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Пока-пока.